Из этого выпуска вы узнаете то, что глава Центрального банка России Эльвира Набиулина переизбрана на новый срок, с какими проблемами она столкнется на своем посту и какие задачи будет решать Центробанк в первую очередь. Друзья, приветствую вас на своем канале и не теряя времени, переходим к теме видео. Итак, Эльвира Набиулина переизбрана на новый срок. Госдума приняла отчет главы Центрального банка и большинством голосов поддержала переназначение. Главе Центрального банка России придется сейчас столкнуться с полномасштабным экономическим кризисом, преодолевая беспрецедентную неопределенность, вызванную западными санкциями, когда она начнет свой новый пятилетний срок руководства денежно-кредитной политики. Большинство законодателей в Нижней Палате Российского парламента проголосовали в четверг за повторное назначение Набиулиной на пост главы Центрального банка, поддержав выбор президента Владимира Путина. Теперь Набиулиной предстоит провести зависимую от сырьевых товаров экономику через самый резкий спад с тех пор, как в 1991 году распался Советский Союз, борясь с инфляцией, которая в этом месяце уже ускорилась до 20-летнего максимума, до 17,5%. В четверг глава Центрального банка заявила законодателям, что ее приоритетной задачей является обеспечение наличия финансовых ресурсов для предстоящей структурной трансформации экономики. Центробанк сейчас рассмотрит вопрос о снижении ключевой процентной ставки с 17% на ближайшем заседании Совета Директоров, которое должно состояться 29 апреля. И Набиулина также добавила, что намерена вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% к 2024 году, и отметив экономические проблемы, с которыми столкнется Россия. И как мне кажется, Набиулина и в будущем предстоит еще один сложный срок на посту главы Центрального банка. ЦБ сейчас придется решать несколько проблем, включая вопрос о том, когда и как отменить контроль за движением капитала, а также возможную необходимость рекапитализации некоторых российских банков. Короче говоря, у главы Центрального банка России получается много работы. Набиулина – это экономист и бывший советник Кремля, и она стала первой женщиной на посту председателя Банка России, и она пользуется большой поддержкой президента России, который неоднократно хвалил ее на этом посту с момента назначения в 2013 году. Набиулина уважают как одного из лучших центральных банкиров мира, отчасти за ее усилия по сдерживанию инфляции, но в апреле этого года против Набиулиной были введены санкции в рамках масштабных санкций Запада против России за то, что президент называет специальной военной операцией в Украине, которая началась 24 февраля. Санкции также заморозили почти половину золота валютных резервов России, приблизительно на сумму около 300 миллиардов долларов, контролируемых Центральным банком. Это подстегнуло отток капитала из России и подтолкнуло ее к возможному дефолту по долгам, а также эта ситуация подорвала доступ страны глобальным торговым и финансовым системам. Поэтому перед Центральным банком России стоит задача восстановить валютный буфер страны, при этом инвестируя его активы, которые будут надежно защищены от захвата со стороны США и их союзников. Адаптация к новым экономическим реалиям, когда разрушаются устоявшиеся торговые связи с другими странами, также будут находиться в поле зрения Центрального банка. И напоследок Набиулина сказала, что нам нужно двигаться вперед. Санкции сейчас нарушили нормальные платежи за товары и услуги, и многие компании с этим столкнулись, а приоритет – это международные расчеты для компаний и граждан. И на этом, друзья, если вам было полезно это видео, то не жалейте вашего лайка под роликом и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и всем пока!